Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Наталья. Такой ракурс сегодня интересный, потому что забыла штатив. Вот, и поэтому подстраиваюсь как могу. Сегодняшнее видео я хочу посвятить такой теме, как жизнь на два города. Давно хотела про это снять, но я как бы закомпоную, чтобы было не так скучно кому-то. Я еще сниму заодно здесь свой уход. Вот, я сейчас в Подмосковье, но живу я, вообще, мое основное место жительства это город Сочи. Вот, и как бы муж у меня находится в Подмосковье. Муж у меня живет здесь, и здесь дом, здесь он его бросить не может, здесь работа, здесь есть еще какие-то обязательства, да, у него. И поэтому вот так у нас. Я живу там, потому что мне там подходит климат, у меня там хорошая работа тоже. И мы с ним вот так вот договорились, как бы, конечно, это было очень сложно. Мы к этому долго, как бы, шли и спорили, и скандалили, и до сих пор. Ну, как бы, все в хорошем, да, не то, что там не до каких-то жутких вещей. Просто понятно, что каждый тянет одеяло в свою сторону, каждому хочется как-то, чтобы, да, человек все-таки, там, мне, например, хочется, чтобы он переехал туда. Ему, естественно, хочется, чтобы я жила здесь. В этом вот такие вот моменты у нас. Вот, я тут жила год с ним, но как-то вот не получилось, не сложилось в плане каких-то вещей. Значит, что? Я хочу сказать, что мне вот такой, такая манера, так скажем, да, житья на несколько домов, на несколько городов, мне вообще очень нравится. Почему? Объясню, да, чтобы вы понимали. Я вот лет, наверное, с 18, я всегда жила на два дома. То есть у меня была своя квартира и мамина. Например, где-то там у тети у меня было что-то, да, то есть я всегда на несколько домов жила. Я никогда не была в одном месте, и никогда-никогда мои вещи, даже вот какие-то там уходовые, какие-то вещи в смысле, там, одежды, никогда не лежали в одном месте. То есть я не помню, чтобы, ну, в детстве, наверное, только такое было, я не помню, чтобы вот в одном месте лежало все-все-все, что у меня есть. Нет, такого никогда не было. Это, наверное, какое-то у меня состояние души. Мне нравится, что я везде, мне нравится, что я могу пойти туда-сюда, и везде есть кусочек меня, что какое-то вот, даже там, например, у брата в доме, да, я знаю, что там есть какие-то мои вещи, и мне это приятно. То есть там какое-то висит старое пальто, ну, я, например, говорю, да, я знаю, что там, допустим, я приеду, зайду туда в дом, там будут у нас какие-то шашлыки, я одену свое старое пальто. Ну, то есть это такие какие-то пунктики в моей голове, но не суть. То есть мне сам момент вот этот кочевой, так скажем, очень нравится, я люблю переезды, я люблю поезда, я люблю самолеты, мне не нравится сидеть на одном месте очень долго. И получается, может быть, поэтому у меня так и хорошо все сложилось, потому что мне, я не засиживаюсь на одном месте долго, я была там, да, где-то, есть возможность на работе уехать на неделю, я как бы уезжаю сюда. Да, есть там у мужа возможность приехать ко мне туда, он приезжает туда. То есть у нас вот в плане вот в этом нормально, мы с ним договорились, как бы пришли к общему какому-то знаменателю. Вот, а в плане вот уходовых всяких своих косметических штук, это тоже очень интересно, объясню почему. Потому что получается, у меня здесь лежит всегда какой-то запас, да, косметики, и там, соответственно, там основная часть, но и здесь тоже у меня все хорошее. И поэтому я всегда чуть-чуть скучаю по какому-то своему уходу, или, например, какие-то духи здесь оставляю, по ним скучаю. Есть вещи, несомненно, которые я вожу туда-сюда, то есть, допустим, я всегда с собой привожу тушь, то есть я не оставляю здесь тушь, я всегда ее везу. Я могу какие-то духи с собой взять, потому что на тот момент, ну вот, например, на момент какой-то, да, я сейчас вот хочу в этих духах ходить, они у меня там, я их везу с собой. Соответственно, здесь я приезжаю, тут у меня любимые магазины, я здесь закупаюсь, везу что-то туда. То есть вот такой у меня постоянный круговорот каких-то вещей моих, каких-то, но в основном это касается косметики, конечно, потому что по одежде, в принципе, все понятно. Здесь холодно, там жарко, и тут, ну, чуть-чуть совсем варьируется, вот, а косметические всякие штуки, вот это вот, она у меня туда-сюда. Кочует, и я как бы это все подбираю постоянно, но основное у меня как бы в Сочи, здесь у меня тоже хороший уход, но что-то я добавляю, если что-то не хватает, я докупаю, если я забыла, допустим, привезти. Ну, то есть вот такие моменты. И есть у меня еще у мамы, да, здесь тоже, так скажем, запасник, но там в основном все лежит закрытое, то есть там просто такой склад, из которого я могу, допустим, что-то кому-то на подарки. То, что мама, когда, допустим, мне нужно что-то подарить, она как бы вот залазит там в эти коробки, да, она может оттуда что-то взять. Или я, допустим, у меня что-то закончилось, я уже тоже оттуда беру. То есть такой вот у меня момент, у меня вот я живу, ну, как бы получается, если по косметике, я живу на три дома. Это квартира у меня в Сочи, дом здесь в Подмосковье у мужа и квартира у мамы. Вот, поэтому с этим определились. Что ж, я теперь покажу, что у меня тут есть из ухода и что я вожу туда-сюда. Ну, давайте так, разнообразим. Так, ну что, в ванной у меня совсем немного. Здесь перелита мицеллярная вода. Когда-то был большой объем, по-моему, перфекта. Вот, очень удобные вот эти, мне нравятся упаковки, да, с помпами. Очень классные фикс прайсы. Это гликолевый крем, добиваю, сейчас пойдет в пустые баночки от Фиберлик. Он здесь как нельзя, кстати, потому что здесь нет солнышка. Ну, как бы сейчас есть, но в основном нет, и поэтому на ночь очень хорошо. Ну, правда, он очень вонючий этот крем. Так, это у меня была скалка для зубов, ну, такая себе, не очень. Вот этот тоник очень я люблю, я все порываюсь его забрать туда, но нет, я здесь его вставляю. Это тонер отопью для сухой, как бы, кожи. Вот здесь у меня кожа всегда сухая. Опять же, да, вот к тому, что уход разный, потому что там у меня кожа в увлажненном состоянии, потому что там влажность воздуха хорошая. А здесь из-за батарей у меня, как бы, очень сушит кожу. И теплый пол у нас тут в доме. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Тоник для лица, вот, продающий сияние. Очень классный вот этот тоник, мне прямо нравится. Тоже помпа удобная. Вот, так, тут у меня перелита гидрофильное масло на Вэдж чуть-чуть осталось. Здесь у меня тоже на Вэдж эмульсия перелита. Гамаш. Скраб уже столетний, по-моему, это что у нас, Белита белорусская. Он такой, знаете, не очень густой, так скажем. Он обычный какой-то у него, ну, как бы, немного скрабирующих частичек. И мне это не очень нравится, но что делать, как бы, уже добиваю. То есть он так себе, короче, не прям скрабирует, как я люблю. Так что вот, так придется руку мыть. Еще вот покажу. Сюда перелила уже другое мыло. Но вот само вот это березовое, оно такое прозрачное, жидкое мыло от чистой линии. Большой объем. Очень классный. Мне так понравилось. Оно так здорово спонж меня очистило. Вообще супер. Вот это прям мыло классное. И запах приятный. Но сейчас уже, как бы, вот, розовенько маленько замешала. Вот тут у меня еще есть зайчик вот такой, который очищающий, ну, вибрирующая щетка такая. Ну, баловство, конечно. Не пользуюсь так себе. Какая-то ерунда, как по мне. Так, дальше. Тут у меня против света, поэтому буду вот сюда снимать. Вот такой филер. Экспресс бондинг. Это тоже от белорусов. Очень крутая штука. Мне нравится. Я сейчас его, наверное, увезу. Потому что тут мне некогда делать. Тут же надо несколько, как бы, процедур пройти подряд. Я попробовала один раз. Снимала даже видео отдельно. Вот. И не сделала. Поэтому сейчас коробочку выкину, а филер этот заберу. Так, что у меня? Просто тут против света. Вот это еще с тоникой затонировалось. Ну, вы видели? Нет. По-моему, вообще ничего. Она синяя. То есть, у нее синий прям оттенок такой. Сейчас покажу. Вот. Как синька. Но ничего, никакого эффекта на волосах она не дает абсолютно. Ну, хорошо, хоть не сушит кожу. И на том спасибо, как говорится. Так, в запасе стоит вот такой Femineil Ariflame Refreshing. Очень мне нравятся вот эти интимки. Вот такой заканчивается очередной размягчающий крем-компресс для ног от Faberlic. Крутая штука. Маска очищающая. У меня здесь голубая вот эта от банки Агафьи. Очень хорошая. Мне нравится. Она за свою цену работает просто супер. Хорошо, как бы, очищает. Ну, как она? Прям не вычищает, конечно. Но она вот придает какую-то матовость. Для жирной кожи очень здорово работает, как по мне. Вот такое есть у меня масло виноградной косточки. Я его, знаете, тут у меня губы прям вообще капец. Может, там, не знаю, на морозе или что-то обветрило. И вот этим маслом губы спасла прям реально. Так мне на лицо масло запретило косметолог использовать. Но вот на шею, допустим, иногда на кончике волос на ночь. Тоже вот этим маслом. Ну, в общем, использую. Периодически что-то куда-то уходит. Вот такая вот масочка. Очень классная, увлажняющая. Оптимус от Reflame. Она гелевая. Такая консистенция у нее. Я ее показывала, тоже тестировала на канале. Осталось чуть-чуть. Когда я тут, я ее люблю всегда использовать. Так, что у меня тут еще? Вот такое есть. Флоресан гель для маска для похудения. Ледяное обертывание. Сейчас не пользуюсь, потому что холодно. Ну, как бы заворачиваться в ледяное что-то не очень-то хочется. Так, есть у меня легкий пилинг от Belita для лица с молочной кислотой. Еще не попробую никак, представляете? Надо уже пробовать. И в пару к нему есть маска вот такая омолаживающая, депигментирующая для лица, для всех типов кожи. В общем, вот эта вот серия Milk Line, она вообще мне нравится. У меня был тоник, у меня был сиси-крем вот этой линейки. Вот. И вот это вот я никак не попробую. Возможно, сейчас потестирую тут, пока еще здесь пару дней нахожусь. Так, ну что у меня здесь? Еще у меня вот такая краска для бровей. Вот такой я краской крашу свои брови. Периодически. Раз в две, в три недели. Когда я вижу, что они побледнели, я их окрашиваю. Тут, ну, простая, что тут, господи, как это называется, оксид и сама краска. Еще у меня обязательно есть вот такая варежка для снятия масок. Они у меня везде есть. Я их обожаю. Отлично просто смывают маски. Вот эти варежки очень классные. Это DECO. Но есть и другие всякие фирмы. Посмотрите, приглядитесь, если еще не пробовали. Вот такая маска салициловая от Propeller. Тоже классная. Она для жирной кожи. Вулканическая глина. Она не засыхает, вот эта маска. Очень мне это нравится, когда нет такого, знаете, эффекта, вот, что стянуто все лицо. И, ну, понимаете, да, что у меня очень хорошее. Мне понравилось. Так, еще у меня тут что? Вот такой воск отдала мне невестка. Я ей рекламировала его, но ей не понравилось, не подошло. Вот, этот воск для разогревания в микроволновой печи. И, в общем, для удаления волос. Очень прикольная штука. Так, дальше. Дальше немного в банный угол. Вот этот вот гель для душа. Это мужа я не трогаю. Этот у меня скраб для тела. Уже что-то весь затерся кофейми. Очень крутой, мне нравится аромат. Гель для душа. Взяла сейчас новый вот этот. Он, по-моему, чем-то со смородиной. Или Black Current. Это что это? Смородина, наверное, черная. Ну, прикольно пахнет. Он такой кремовый, не сушит кожу. Так, вот тут у меня в расходе сейчас вот такая. Уже, ну, скоро закончится. Это с клюквой. Вот, хорошая тоже интимка. Дальше, что у меня. Треземе. Вот такие для блондинок экстракт жемчуга фиолетовый пигмент шампунь оттеночный. Он не особо фиолетовый, но он прикольно делает, как бы создает, ну, короче, оттенок придает. Вот, и такой вот бальзам. Бальзама уже поменьше. Тоже фиолетовая формула, экстракт джемчуга. Мне нравится. Вот такую штуку повесила интересную. Это из фикс прайса. Для губок вообще было. Но у меня тут мыло. Мыло, которое вот Свидиш, как он там у нас, господи. Свидиш спа от Reflame. Я обожаю аромат. Вот оно у меня тут лежит, как эта ароматическая какая-то штука. Так, вот умывалка. Вчера открыла новая. Medihale. Очень мне понравилась. Такая крутая. Она, в общем, с кислотами ПХА и с каким-то экстрактом маринги или чего-то там. Очень классная. Она гелевой такой консистенции, но имеет, ну, как бы она не сушит. Пенится немного, но очень приятно имеет аромат. Очень здоровская. Прям крутая. Реально хороша умывалочка. Буду пользоваться, когда буду здесь, потому что туда не повезут. Там у меня много умывалок. Так, дальше, что у меня здесь? Здесь у меня здесь вот такой для ног. Это что, господи? Ну, типа скраба, короче, для ног. Ну, ничего так, нормально. Ну, правда, иногда убегает с ног. Вот такой скраб для кожи головы. Я вообще, я про него забываю. Не знаю. Скраб-маска. Как вообще себя заставлять им пользоваться? Тут еще половина точно. Вот, но как-то так. Гель для душа. Крем-скраб вот такой вот. Он стоит перевернутый. Он очень густой. С ароматом манго. Не очень мне понравился. Он какой-то густющий. Не пенится. И вот эти скрабирующие частички не такие уж и сильные. Вот тут у меня шампунь перелит шампту. Ну, просто удобная помпа. А сам вот этот шампунь из фикс-прайса я вылила. Он вылила в жидкое мыло. Он жидкий очень. Ну, и последнее, что у меня тут есть, это вот такая маска молоко и мед. Маска для волос. Очень густая. Сейчас покажу вам. Открою. Вот так выглядит. Она очень вкусная. Ну, как густая, не очень. Я уже что-то наговорила. Бывают и гуще. Она очень вкусно пахнет классическим вот этим ароматом. Да, молоко и мед. Хорошо питает. Мне понравилось. Я только вот ее начала пользоваться. Вот, собственно, в ванной все. Пойдемте теперь наверх. Ну, тут у меня декоративка. Я вам особо останавливаться не буду. Тут совсем чуть-чуть. В основном то, что вот я сейчас тестировала из подружки новинки. Вот. То, о чем я говорила тушь. Я ее выкинула. Она мне отпечаталась, да, практически в пустых. В баночках. И вот опять она со мной. Но я ее просто решила взять сейчас в поездку. Пусть тут еще маленечко мне послужит. Я уж тут как-то слежу. Вот. Такие у меня еще вот эти вот новиночки. Ну, в общем, это то, что по декоративке совсем немного. Потому что мне тут много не надо. Вот. Это тоже сюда относится. Ну, и по уходу. Ой, на духе мои. Так. По уходу. У меня тут крем вот такой для глаз, который, да. Optimus All Skin. Ну, в общем, для всех типов кожи. Вот такой он обычный. Я сейчас... Вот то, что я тоже с собой привезла. Это вот эта сыворотка. MediPill. Я ее активно использую. Где-то уже сняла видео с... Ну, показывала, как она выглядит. Так что смотрите тоже. Не пропустите. То есть сначала я наношу сыворотку. Потом крем под глаза. Вот. Сыворотку увезу. Крем останется. Есть у меня салициловая кислота на всякий случай. Иногда бывает всякая ерунда. Случается. Также у меня вот такой новый кремушек с цикой. Очень хороший, но жирноват. На Сочи я его не заберу. Он останется тут. Много пробничков, которые я половину уже использовала. Половину мне еще вот надо попробовать, потестить. Вот такой бальзамчик для губ тоже как-то показывала. Вот это тоже привезла, но увезу. Потому что на ночь использую сейчас альцину. Очень мне нравится. Вообще круто. Держит кожу, так скажем, в чистоте. То есть если что-то собирается вылезти, оно не вылезет. Если уже что-то там, ну, как бы намечается, да, вот эти вот такие моменты. Если что-то вылезло, то оно быстро пройдет. Тут аха в 10%. И, в общем, здесь очень круто состав. Здесь в основном, ну, как бы фруктовые кислоты. Хорошая штука. Стоит тысячу рублей, но, например, да, где-то можно на сайтах поискать. Но ее хватит очень надолго. Она белая консистенция, обычная, кремовая. И она вот не воняет, как тот кликолевый, вот тот крем ночной. Она просто обычно пахнет, как бы, ну, классная штука. Так, из новенького тоже вот такая сыворотка с пептидами. Комплимент. Ну, я ее на шею декольте использую. Вот, туда же на шею декольте у меня идет вот такой Эволайн концентрат. Против глубоких морщин. Он 45+, но на шею я считаю, что нормально. Уже такие можно вещи. И вот такую вот сейчас не использую, просто стоит. Он очень легкий, Optimus дневной лосьон. Он, ну, прям, совсем абсолютно такой флюид. Вот, еще есть у меня две такие тоналочки. Так, дальше, что у меня? Для ног вот такой вот спрей Fit Up. Он с манго, прикольный. Тут половинка где-то осталась. Для волос у меня вот такой. Только сейчас достала Хайрекс. Как это назвать, господи? Так, что это? Что это? Флюид, восстанавливающая сыворотка для волос. Ну, в общем, нормальная такая, ничего. Нравится. Вот эта вот штука, Активель, это дезодорант, который кремовый. Смотрите, как он пачкается ужасно. И еще у него растрескивается сама вот эта вот, ну, коробочка. Вот она прям трещит, трескается. Ну, так себе, не очень такое. Вот эта штука просто моя любовная любовь. Ой, господи, боже мой, с кардамоном и с хлопком, по-моему. Да, хлопок тут. Как я ее люблю. Удобная помпа. Она очень классно увлажняет. И запах просто бомбический. На все тело, на руки. Супер. Вот. Для рук у меня вот такой еще есть. Черный чай там с клюквой, с чем-то такой. Дезик я использую. Такой еще мужа добиваю. Потому что у меня муж как бы, ну, такой, знаете, пшикалкой может не быть, ну, короче, привереда. Вот. А тут нормальный такой аромат. Вот. Еще для волос у меня есть элеон ночное масло. Одно тут, одно там. Потому что вот нравится мне очень такие вещи использовать. Заканчивается кремушек для ног с тыквой. Очень хороший, хорошо увлажняет. Так, есть еще вот такая штука для, короче, от типа антицеллюлитная. Она с шариковым таким вот этим, как это называется, шарики-ролики, да. Вот. Если оставить, тут есть он-оф, то есть если повернуть в одну сторону, открыто, в другую закрыто. И если оставить на включенном, так скажем, режиме, на он, то он может вытечь вам в пробочку. Так что аккуратней. А так ничего, балуюсь. Иногда они на постоянке, но как-то. Вот эту маску тоже хотела все сделать, никак не сделаю. Есть у меня вот такой вот атомайзер перелит. Тут, вы представляете, я духи уже эти закончила. Это босс засьент. Закончила, выкинула флакончик. А тут у меня такой маленький ароматик. Это к вопросу о том, что где, что лежит. Я вот про него забыла, а тут он у меня есть. Так прикольно было вообще. Просто класс. Кельвин Клян никак не закончу, божечки. Он тут, я уже не знаю, сколько тут его. Ну, прям совсем чутка осталось. Ну, это огроменный, просто пузырек огроменный. Да, в сухой шампунь нечеток, но как бы иногда слишком его много, так скажем. Так, еще у меня крем для рук вишневый конфитюр от Фиберлик. Люблю, мне нравится аромат вишни, но увлажняющие свойства у него не очень. Вот этот заканчивается с коровкой из фолио. Классный, очень жирненький, насыщенный, хорошо питает кожу рук. Глискур, обязательное мое, как бы теперь, средство для волос, чтобы расчесывать хорошо волосы. Ну, в общем, дополнительный уход никогда не повредит. Вместо ножниц попробуйте глискур, ну да-да-да, конечно. Вот, еще у меня тут новиночка моя, тоже видео есть уже, но еще не выложено. И вот такой вот тальк на всякий. Короче, его можно везде, куда хотите использовать. Вот, такой, собственно, у меня уход. Немного, но все необходимое есть. Так что так. Я надеюсь, была вам интересна и полезна. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на меня. Мне это будет очень и очень приятно. Пока-пока!